Сегодня какого цвета ты хочешь сделать? Розовый и фиолетовый, да? Я хочу ее ладогами сделать! Данный детский сад был открыт в 2012 году мною. Я открывала для своих детей. На сегодняшний день мои дети уже выросли. Старший, вот, пятый класс заканчивает. Изначально, конечно, я начинала с нуля. Были детки, я их на дому брала, воспитывала. Потом мы расширялись постепенно, было пятеро, потом десять. И вот когда уже было детишек свыше пятнадцати, мы арендовали большой особняк. И вот я перешла уже последние два года, работаю юристом. У меня своя юридическая компания. Дома я мама. Конечно же, это основная моя роль, наверное, в жизни. Мой день начинается в шесть утра. Я готовлю завтрак, собираю детей. Отвожу сначала младшего в садик, потом старшую дочку в школу, потом сына на тренировку. Вот, забираю их сама. Вечером мы приезжаем, я готовлю ужин, контролирую их уроки. И вот так проходит, в принципе, учебный год. Да? Сколько заданий было? Три. На сколько ты ответил? На все три. На все три? Молодец, умница. Я, конечно, стараюсь развиваться сама тоже в плане развивать свою компанию юридическую. Но, конечно, в приоритете это семья. Но в будущем я хочу обязательно, конечно, тоже, как дети немного подрастут, заняться тоже, может быть, обязательно юридической своей профессией, карьерой, развивать ее. Изначально я на конкурс привела свою дочку, так как был объявлен кастинг «Мини принцесса Кыргызстана-2018». И на этом конкурсе я получила приглашение на кастинг «Миссис Кыргызстана-2018». Так как это конкурс «Миссис Кыргызстана», здесь основным условием было наличие детей. Между участницами было соперничество, но это соперничество было в духе здоровой конкуренции. Мы не ставили друг другу, как бы, палки в колеса, вот как это обычно бывает. Мы подружились, в зале находились мои друзья, моя мама, мои дети. И, конечно, я хотела достойно выступить. Вот это было основной целью.